Вот, да ты вообще нуб, Паша, я смотрю. Спасибо, Димон, спасибо. Как нубяра играешь. С этим камнем всталось. В смысле? С твоим рукам кривым. Без долечей назад пятишься. Да ё-моё, чё началось, что за харайзи? Ну что, ребят, игра, которая была в челлендже у Дима Джоспина, очень сильно заинтересовала меня. Я вам чуть позже объясню в самом конце, почему я не стал стоять на месте и решил пойти дальше, хотя я думаю, что многие из вас уже догадываются. А сейчас я хочу попробовать её пройти, сделать это в нестандартном формате с вебкой и посмотрим, что из этого получится. Пошли гореть. На самом деле игруха, если честно, ребят. Я уже в Димке в ролике говорил, я бы никогда в жизни не подумал, что она может быть прям настолько интересной. Я понимаю, почему люди потели, и почему люди пытаются, ну, про... Ну, почему люди её проходят. Потому что это, во-первых, интересно, а во-вторых, это, конечно, жопорвань редкостная. По факту. Не то, чтобы я любил жопорвань, но эта игра прям как вызов. Меня она заинтересовала, поэтому попробуем пройти, посмотрим, что из этого получится. Не обещаю, что пройду. Не обещаю, что вообще выйдет этот ролик. Но игрушка меня впечатлила. Хотя я, вы знаете, небольшой любитель такого прям жёсткого задротства по типу... По типу скилл-тестов и всего подобного. Но эта игра мне прям понравилась. Прохожу я прям буквально через два часа съездил с Моки за едой. Вот. Ну, коту. Кто не знает, коту за едой сгонял. Вот. И сразу сел после этого проходить заново с нуля, посмотреть, что из этого получится, как далеко я смогу зайти. Игонечка. Игонечка. Здесь мы с вами бывали десять тысяч раз. Поэтому аккуратненько всё это просто делаем. Аккуратненько у нас с вами очевидно не получится. Игра нисколько про аккуратность. Хотя нет, наверное, здесь важно быть аккуратным. Бать. Вот на секунду мышку расслабился. Огг. Полетел вниз. Только вниз, конечно. Давай, а. На самом деле, не знаю, как сильно роляет здесь. Я бы вот здесь потренял на будущее вот такие отпрыги. Ну, выглядит не сложно. Типа, просто надо из стороны в сторону это делать. отбираться. Но при этом и нифига не легко. А что я там зацепился? Вот, ребят, я подготовился. У меня есть целый чайник успокаивающего чая. Я уже начинаю пить этот чай. А, что-то вкусненькое. Клубника, мелиса, что-то такое. Думаю, что успокаивающий чай мне пригодится. Вот, на самом деле я уже восторгаюсь с людьми, которые прошли, проходят эту игру. У кого-то хватает сил, нервов и скилла. Потому что игру вообще нифига не простая. Прям вообще нифига не простая. Простота это не про эту игру. Ну, здесь все еще немножко не все еще, а в принципе здесь немного управления такое. посредственно вот типа ну, он просто слез у меня в другую сторону сейчас, хотя я типа мышку вы видели, держал в одном месте. Хорошо. Давай, погнали. Как будто бы раньше у меня лучше получалось. Как будто бы два часа не поиграл, все, забыл, как в этой игре. Все хорошо. Нет, давайте так. Все не так плохо. Уже на этом моменте энергия почти закончилась. Но тут мне на помощь пришли энергичные малышки. Погоди, ты не о том подумал. Я про малышек от Mba Energy. Легендарный вкус имбы снова в наличии. Еще и со скидками в 33%. Ребят, если кто не знает, Mba Energy это первый в РФ и СНГ быстрорастворимый энергетик для геймеров и любителей аниме. Недавно крутые алхимики из имбы выпустили вкусы в обновленном составе, а это значит, что формула каждого из энергетиков была улучшена и доведена до совершенства, благодаря чему каждый вкус стал просто феерическим. Кстати, в составе используют только качественные ароматизаторы из Германии. Каждой баночке находятся целых 18 порций напитка, а это 6,3 литра энергетика. Хватит надолго. Каждый день на сайте имбы вы можете поймать скидку на легендарные вкусы в обновленном составе или на топовые новинки. Скидка на них ограничена по времени и не задерживается на сайте больше двух дней. Поэтому стоит поторопиться. Сочный микс тропических фруктов напомнит о жарких летних днях и пляже, подарит бодрость и отличное настроение. Второй вкус это легендарные лесные ягоды. Сочный сбалансированный микс из лесных ягод, а первую партию обновленных лесных ягод разобрали за 11 дней. Ну а вкус клубничный пунш недавно можно было купить со скидкой 33%. Ребят, не стоит забывать и о других вкусах, ведь каждый из них прекрасен в своем сочетании. Переходи прямо сейчас по ссылке в описании и заряжайся энергией вместе с Эмбой. Понечка. И уличная немножко немножко. управление так-то нормально, кривуличное. Я еще не очень понимаю, удачно ли я выбрал себе сенсу-мышки. Вот, я у Димки на ролике показывал, она у меня почти максимальная. Может быть, даже чуть подубавлю. Я не знаю, роляет это или нет, опять же. Ну, играет ли это какую-то роль важную или нет. Думаю, что опытные игроманы, я думаю, что опытные игроки подскажут в комментариях. Вот. Вот. Боже мой. Так, тихонечко, давай. Мы с тобой уже здесь сто тысяч раз были. Нет, давайте все-таки вернусь у себя. с вами никуда особо не торопимся. У нас с вами вся жизнь впереди. По крайней мере, я планирую пройти эту игру. Попробуйте, если уже я начал писать ролик. Значит, я рассчитываю на прохождение. Вообще, на самом деле, ребят, почему меня прям так сильно заинтересовала эта игра, все, наверное, помнят, допустим, Flappy Bird. Вот. Это игра, которая меня выбешивала, жутко выбешивала, и у меня она жутко не получалась. Вот. Это подобие этой игры, подобие Flappy Bird. Вот. Ну, по задрачиваемости. Вот это все. Но при этом она мне показалась действительно проходимой, для меня проходимой. А для меня пройти такую игру, это, конечно, дорогого стоит. Поэтому посмотрим, получится, не получится. Однозначно, я уже лучше прохожу первые этапы. Посмотрим, сколько у меня, в принципе, часов займет полное прохождение этой игры. О. Ай-яй-яй. Кстати, вот это тоже интересный способ прохождения. Не по кругу дергать, а просто вверх-вниз. Аккуратненько. Что я до этого проходил нововведитель у Димки. Вот так. Главное, опять не накосячить и не улететь нахер. Аккуратненько. Давай, человек, молоток. Работай. Кунечка. Кунечка. Погнали. Надо аккуратненько заползти. А за что открываю? Хорошо. Так, ну здесь мы с вами бывали. Собственно, это место, с которого я и свалился. Ну, чуть дальше там. Я думаю, что не критично. Что будет дальше, я знаю только в роликах. Ух! Так, вот здесь надо как-то заморочиться. Я бы даже, наверное, знаете, как сделал. Переполз бы в угол, пол... Ой. Полностью бы переполз в угол. Попробовал бы таким способом оттолкнуться. Если получится, я сейчас попробую вам показать. Потому что я не допрыгивал жестко до этой. до граблей. Так, вот. Мне сейчас нужно прыгнуть вверх, чтобы схватиться прям за граблю. Но это мой план. Скорее всего, это говно. Я полетел сейчас к веслу, но давайте попробуем. Why not? Блин! Ладушки. План говно. Вот. Мне либо надо сейчас засейвиться как-то... Я все еще думаю, что мне либо надо одним движением запрыгнуть на грабле. Прям одним. Прям сплошняком. Либо отсюда отпрыгнуть и пытаться достать до граблей. Здесь нужен идеальный выбор и успеть зацепиться. Я думаю, что проще будет попытаться схватиться вот за эту срань. Вот за эту. И сразу наверх. Хотя мне кажется, что там расстояние вправо ух... Альфор. Вот одно неверное движение, ребят. Все. Гэгэшенька. Сразу уже скатываешься. Давайте попытаемся, наверное, вот таким образом. Есть коннект. Нет коннекта. Стой. Ну, как минимум, это схема рабочая. То, что мы с вами выяснили. Ола, а можно мне как-то тебя вниз аккуратненько? Спасибо. Как минимум, мы с вами смогли победить сратые грабли. Так, мужик, тихо. Ну, мы понимаем, как это делать. С граблей надо сразу, видимо, на детскую площадку. Давайте еще раз пытаться. Понял. Надо быть аккуратнее. Еще аккуратнее. Вот здесь мне вообще, кстати, не нравится находиться, после того, как я на ролике отсюда упал. Кстати, я мог даже сейчас, по-моему, за грабли зацепиться. Но это по ощущениям. О, боже. Тише, тише, тише. Главное, тут лишних движений мышкой не делать. Вот, типа, такого. Это было лишнее движение. Вот это х**. Пожалуйста. лишнее движение, лишнее движение. Та б***ь, ты едино. Пожалуйста, не надо. Не надо! по что ты там ударился? Пожалуйста, по что ты там ударился? Тише, 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 тише. У нас слева еще есть коробки. Может, об них есть смысл цепляться? я просто скатываюсь. Вот опять на грани до полного пиз... это весло. Это весло. Так, давайте пытаться тогда, как мы первый раз сделали, вот так зацепиться. боже, это для меня что-то невероятное. Потом еще как-то по этой лестнице карабкаться надо. Очень сложно. лепатовая ситуация. Тихо. Да. я здесь. Нет. 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 Я не понимаю, что происходит, блядь. Это кажется мне отличным способом для прохождения. До толкана дошел. Все, это конец? Нет, я знаю, что это не конец. Блядь, что? Лампочка? Шо, блядь? Не лампочка, а кто меня уедет? Тише, 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 тише. Все хорошо. Как ты себя чувствуешь, спрашивает, стресс? Да нет, в целом, нормальная игра. вот только сложная пиздь. Кнопки перепутал. Так, отлично. С вами хер пойми где и хер пойми куда нам надо. Апельсин. Сладкий сочный фрукт. Иди сюда. У них... Так, ребят, я так далеко еще не доходил. Насколько я знаю, камни это самый еб... И насколько я вижу, это прям нахуй на днище. Прям на днище, если мы падаем. как мне здесь-то? Тише, тише, пожалуйста, не надо. и как мне надо как-то подпрыгнуть или... или я за это смогу залезть? Могу. Постоять я здесь смогу? Смогу. Хорошо. Хорошо. на голову надо этой мышку дернул все этому я умру я умер пожалуйста остановись где-нибудь так ребят нам сейчас дмитрий присоединяется поэтому я уже одеваю наушники и продолжим уже с дмитрием или реально свой день сидишь да но не целый день а ну я закатул с едой за едой съездил да и в натуре раз а главное сколько было вначале я тебе объяснял потому что я посмотрел видосы это так больно людям а мне так интересно ну не знаю это вот наверное ты меня знаешь а чё столько претензий тогда было павел а все я дико извиняюсь дикой забирай свои слова срочно я просто дико извиняюсь я был не прав не разобрался чувак не умеет играть сразу видно там чего-то пик вот да ты вообще ну паша спасибо диму вас ибо как нударой за ценю ценю мужика потеет да слышу как два мужика путь да блин и у тебя еще на ролике так у меня кринжа получилось знаешь я при все челленджи которые ты давал мне шанс победить а тут я вроде прошел повыше все хорошо но типа я постоял сколько минут 15 и стою думаю блин ну на него нельзя так побеждать в челленджи где и так все время проигрывал думаю сейчас как-нибудь красиво на ролик еще там дальше дальше пойду а это игра еще обманывает тебя ты начинаешь у тебя что-то получаться вот как я по этих заскакивал да вот по этой гостине и ты чувствуешь что у тебя еще там сейф есть как бы да а потом думаешь такой сделай красиво на роль как я думал да и так и получилось я думаю если упаду ладно я уже на белую руку я быстро догоню если что жаку вижу не не получается и знаешь когда я упал а когда-то у меня сердце я такой и сода и ты такой две минуты полторы и так ну и все все руки трясутся все дрожит короче а сейчас пишут и да да а можно мне этот кусочек потом да конечно люди поняли ну я я так и так да я бы это и так объяснила людям но у типа ну я просто мал я сомневаюсь что люди меня поймут но хотелось красиво это все-таки контент а так чтобы наш стоял 15 минут но решил дальше попытаться на были ну короче обосрался то что поверил в то что я могу и вот и здесь пошла видишь кровать кресло и вот и здесь где я можешь знаешь откуда упал откуда с камней с горгуль и это подожди с камней а где там горгуль и а там надо запрыгнуть на замок и там горгуль на замок ага так ты игру почти прошел но хз мы практически в общем дмитрий я проиграл из-за самоуверенности вот я просто проанализировал все что произошло в общем хотел сделать красиво получилось как у всегда понял тебя просто это игра я уже ребятам объяснил зрителям кто будет смотреть меня уже объяснил что эта игра очень обманывает она так на и факт то что вот тебе кажется что у тебя все получается а по факту а по факту видишь понял откуда сокращают вот где-то отсюда и сокращают сразу на ту лестницу как это возможно я не знаю с какого-то прыжка хочешь я могу повод найти тебе видос что ты посмотрел может научишься потом за минуту проходят прикинь да ну не за минуту там у них наверное пять минут спидран такать байтова видоса это бы откуда подожди нет за минуту чувак реле я вот после таких звуков мой ролик не будет смотреться динамично по это не надо можно это просто человек вертолета чего-то чего чего так можно охренеть охренеть несется парить то видишь это чё за монстр что это и ранка видел как он сейчас отпрыгнул от него опять наказал там короче если неудачно станешь на толчок бьешься головой а шкафчик питьев но я так и понял уху пахты пыль чё делается делается вообще сколько-то наиграл ну я думаю часа три понял мог лучше мог бездар еще и назад пятишь да ё-моё чё началось что захарает начало роликов ставлю отдельный аудио отрезок все-таки дима токсик что же там тогда даже почему он что дима может сам прошел и потом выяснять просто дима ник даже не пытался просто сочи little toxic ко мне дурацкие такие да типа с таким углом уклоном уже большим я ошибся просто ошибся сам виноват мышку дернул понял да 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 там такой уклон я вообще не представляю проходить и крутила о весло отвернулся на секунду да уже веслом не я не отворачивался апельсинка твоя лежит она переживал что она упала вниз так вот ты тоже такой вот прям видно было как ты бомбил еле успел ухватиться за коробку но не помогло ладно продолжим завтра мне место уже не осталось ребят так что до завтра всем пока сегодня мы продолжаем без вебки вчера был дима сегодня сода я нажимаю продолжить саш весло весло что ты хочешь стать спидранером по этой игре еще один димон тоже такой когда спидраны не 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 никаких спидранов я просто хочу ее пройти просто ну она реально прикольно типа ты же меня знаешь я не из тех людей которые любят тяжелые игры но это мне прям понравилось я не знаю это для меня нонсенс что мне такая игра так подобного жанра понравилось поэтому я очень хочу пройти как у тебя цель типа ее полностью пройти зачем не знаю хочется ну ты уже прям будет здоров его братан 10 часов этой я уже что-то начал понимать здесь короче есть единственная проблема надо подпрыгнуть и зацепиться а я часто соскальзываю вот так вот дэтна это твою мать весло весло бро весло да и вчера он тоже был пип он просто покатился прикинь ровно месть весло ничего еще часика в десять и да 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 наверно да значит сходить в кс-ку мне кажется мне нужно другой группы играть за эти два дня я второй раз здесь а боже ребят я минуты за три наверно уже дохожу до камней но вот камни это просто ад боже это такой пот очень аккуратно все это делать потому что если я улетаю я улетаю в самый низ но максимум к там на детскую площадку так хорошо лайк на видео если кто не поставил и боже что это было так ребят мы с вами впервые на колокольне давайте-ка вот отсюда попробуем прыгнуть есть тихо тихо о да о да боже я никогда не был так далеко так ну что ребят продолжим я безумно счастлив всем кто со мной досидел до этого момента тоже огромный респект о да боже это же не лёд да нет это лёд я понимаю что это лёд ребят о боже это было близко нет ладно тут я вроде как бы в небольшом сэйве суть потому что здесь много пространства под ногами главное сильно влево и будет счастье это скользко ребят интересно я здесь надолго вообще нет сейчас надо попробовать дернуть о да шляпа еще двигается нет 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 тут на да да хорошо хорошо еще один какая еще одна какая-то скала ужасно страшная не пойму на скользкая нет хорошо ой блять мне надо подпрыгнуть зацепиться хорошо так вот здесь там очевидно налево да там снег надеюсь снег это не так скользко как тот лёд слушайте вроде нет дальше там вроде налево ну да вон там что-то болтается снизу нет нет блять надо было просто прыгать а я все-таки соскользнул с этой сране леди ну снежный главное нам не повторять ошибок и перепрыгнуть хорошо повторим на следующую чуть ближе нет вот так тихонечко есть контакт стрёмно если я сейчас какой-нибудь упаду даже если просто вниз там там карабкаться наверное уже там где шапка лежала еще дальше придется ой ну что ж давайте рисковать погнали есть о да здесь аккуратно столкнемся запрыгнем так вот про эту срань меня кто-то говорил димка по моему про ведро что надо как-то от ведра подпрыгнуть схватиться за ведро от ведра отпрыгнуть куда-то бы выглядит как будто я здесь умру и она раскачалась а чем с этим делать опа есть контакт тихо хорошо хорошо тише тише ну кажется это не очень хорошая идея я могу сразу отпрыгнуть направо интересно но если только под углом встану очень аккуратно тут по идее можно налево там такой скос для захвата можно выше подпрыгнуть захватиться за торчащей палочкой там тоже пиксели не знаю давайте попробуем просто отпрыгнуть направо нет обидно ладно давайте то слева поп а справа хочешь чтобы попытался ну давай ладно еще раз хорошо а да боже ребят я так медленно и аккуратно все делаю вы не представляете я на таком фокусе сейчас нахожусь загружаясь только моменты когда вот с вами начинаю разговаривать очень аккуратно гип нет нет дурак хорошо тихо я уже очень высоко дурак нет и их а это что за а это что за а что мне с этим делать она вообще практически вертикально вот а 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 нет нет да да я прошел с первого раза сюда на но это было очень долго я очень аккуратно это делал так че это за и лего здесь нам наверх да ой тихо или это сейвище по ходу есть контакт а ехо нет 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 тихо нет 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 короче это непросто там в идеале надо с одного прыжка ну с одной раскрутки все это проходить чтобы не было таких проблем нет 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 пожалуйста из так есть над сделать хоть и выпрыг и захватиться она я прилетел на телегу о да 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 блин ё-моё офигенная игруха офигенная очень клёво мне понравилось безумная срань как по мне жесть я просто молчу ребят извините я в шоке это было действительно сложно но прикольно вот что сказать с вами был диадем джаспин сад эффект и игра про мужика в кастрюле вот я провел очень много часов ней но не жалею рекомендую ли я вам ее скорее нет чем да потому что это сложно и много неров тратит но если вы любите подобные жанры и вдруг не слышали об этой старенькой игре рекомендую вот игра пушка ну что ж еще раз благодарю всех за просмотр я сделал это все ребят всем пока